В год 70-летия Победы мы много говорим о преемственности поколений, о патриотизме не на словах, а на деле. Городской конкурс «Две звезды» собрал на галоконцерте ветеранов и войны, и их внуков. Военно-патриотические песни звучали в стенах Национальной библиотеки. Самому старшему участнику галоконцерта, ветерану войны Петру Николаевичу Теплову, 92 года. Всю войну он прошел связистом. Принимал участие в освобождении Московской, Смоленской, Псковской областей, Белоруссии, Литвы и Латвии. Награжден Орденом Отечественной войны, тремя орденами Красной звезды, медалями за победу над Германией и за взятие Кёнигсберга. Недавно ветеран написал документальную повесть «Страницы моей жизни». Мы знали, что все равно победим, победа за нами будет, но кто останется жив, он будет счастливым человеком. И вот я остался жив, сейчас мне 92 года, я пока в движении. Почему? Потому что я дружу спортом, все время в движении, все время встречаюсь с школьниками, товарищами, студентами встречаюсь. И это мне, видимо, помогает. На сцене Петр Николаевич выступал с правнуком. Поддержать его пришли школьники вместе с педагогом Галиной Корсаковой. Галина родом из Яльчикского района, как и ветеран. Их связывает давняя дружба. Вместе они подготовили выступление. Их вальс – это память о военных годах. Несмотря на возраст, ветеран хорошо чувствует себя на сцене. Он считает, что секретом его долголетия является здоровый образ жизни. Городской конкурс – это наглядный пример военно-патриотического воспитания. Когда выходят на сцену такие ветераны и их правнуки, за будущее можно быть спокойным. Мы очень благодарны ветеранам за эту победу, за то, что они вложили свой труд, свою отвагу, свое мужество и силу в эту войну, которая была очень жестока по отношению ко всем гражданам. В этой войне приняли участие наши родственники, наши деды, наши прадеды. Они погибли, сражаясь за нашу родину. Поэтому мы уважаем этот праздник и считаем, что его надо праздновать и нельзя забывать ни в коем случае про эту страшную войну.